И всем привет, ребят, с вами Старбайк, если я записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен нашим долгожданным анонсам. Сегодня у нас четверг и сегодня у нас есть безумно большое количество интересной информации, о которой мы сегодня вместе с вами поговорим. Но если вам нравятся подобного рода видеоролики, связанные с анонсами, то обязательно не забывайте поддерживать их лайком, не забывайте подписываться на этот замечательный канал. Ну и также, конечно же, не забывайте про мой личный тег создателя контента, который можно найти в настройках игры в аккаунте. И кем? Мой личный тег, это тег Тимпэ. Устанавливайте его, поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше, оформляйте покупки в магазине, заполняйте форму в описании. Ну и 2 миллиона кристаллов, 30 тысяч танкоинов, я считаю, на дороге не валяется. Но сегодня мы обсудим сначала день космонавтики, который все-таки появляется в нашей игре, который будет уже с завтрашнего дня. Ну и также список обновлений с безумно большим количеством интересной информации. Начнем с дня космонавтики. Здесь все, ну, довольно-таки дефолтненько. Стартует со скидочек 30% на магазин, на гараж и на запуск улучшений. Здесь будет тоже одна очень интересная новость. Специальные режимы Хопера Рельса и Хопера Страйкер. То есть у нас ивент продлится 2 недели с повышенным выпадением золотых ящиков, что там, что там. Дальше спецпредложения с 5000 танкоинами, ежедневные танкоины. Спецуха за 1915 ультра-15 обычных контейнеров ядерка. Ну и за 20к 250 ультра-контейнеров. В ультра-контейнерах появляется новое устройство на шафт, поджигающая фокусировочка. Если интересно, то я думаю, что завтра мы это устройство протестируем. Ну и безумно большое количество супермиссий, в сумме с которых можно также получить, я так понимаю, что 20 как раз-таки контейнеров. Мега голды, повышенные фонды и опыт. В принципе, дефолтный, можно сказать, дисконт уикенд, но с интересными специальными режимами. Если хопера рельса это тот режим, который мне особо сильно не нравится, то вот хопера страйкер может быть довольно-таки интересным режимчиком. Что же касаемо списка обновлений, то здесь есть безумно большое количество интересной информации. И да-да, это наконец-то свершилось. Ребаланс дронов уже завтра в игре. В ультра-контейнеры для начала добавлено новое устройство, про которое я уже сказал. Особые миссии теперь скрываются вместе с завершением события. То есть, это значит, что забирать награды надо за особые миссии до утра понедельника, иначе они просто пропадут. Обновлен дизайн экрана завершения боя. Мне уже даже, если честно, скинули скриншот, как он выглядит. Поэтому можем, в принципе, сразу посмотреть. На тестовом сервере вот так вот выглядит новый вид этого замечательного дизайна. Далее добавлен рубрикатор миссий долгожданной. При открытии окна миссии игрок сперва видит организованные по рубрикам миссии. Миссии событий будут запускаться в собственных рубриках с указанием времени доступности. Челленджи удалены из списка миссий. Доступ к челленджам теперь возможен только через виджет на главном экране. Вы увидите несколько новых рубрик, которых еще не было в игре. Мы не будем давать комментарии, что это за рубрики. И когда в них появятся новые миссии, ждите новостей в наших официальных источниках. У меня есть информация по этому поводу. Я думаю, что в этом видосе мы про них говорить не будем. Но вот, быть может, сегодня уже запишу видос на второй канал, где эту тему я как раз таки подниму. Ребаланс дронов. Из игры удалены следующие дроны. Драйвер, десантник, инженер, спринтер, минер, снабжение, штурмовик, спасатель, подрывник, кемпер. 10 дронов удалены. Игрокам компенсировано 60% кристаллов. Из игры удалены все батарейки. Игрокам компенсированы припасы за удаленные батареечки. В принципе, всю эту информацию мы и так уже знали вместе с вами. И завтра этот ребаланс происходит. Изменения также системы улучшения вооружения. Из игры удалено время улучшения предметов вместе с системой ускорения. Удалена скидка 100% на покупку следующей модификации при максимальной прокачке. Также добавлена возможность улучшать вооружение за танкойны при нехватке кристаллов без посещения магазина. Добавлено диалоговое окно подтверждения перед улучшением. Цены улучшений пушек и корпусов модификации МК-7 и МК-6 стабилизированы и больше не отличаются между разными пушками и корпусами. Стоимость запуска улучшений останется без существенных изменений. И здесь, конечно, конечно, вот эта вот вещь, когда написано, Саечка за испуг, очень жестко, очень жестко. Уже завтра, быть может, я прокачаю себе на бездонате новые пушки, новые модуля. Ну, вернее, не завтра, а послезавтра, да, у нас скидки на гараж будут. Новые модуля. И, быть может, начнем новую замечательную прокачку, хотя, если честно, у нас сами получаются покупки, у нас 30% скидки. Но, 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 быть может, оно того стоит. И если вы считаете, что оно того стоит, и вы хотели бы завтра уже увидеть, ну, не завтрашнего, но, получается, на этих выходных полную прокачечку моего замечательного бездоната и трату кристаллов, то я думаю, что надо набрать 200-очку лайкозавров на этом видосе. И мы все это дело, конечно же, реализуем. Ну, дабы была дополнительная мотивация. Пушка-огнемет, ограничение температуры появляется у нас с единицы до 0.5. Скорость нагрева у нас также уменьшается, то есть это небольшой нерв огнемета. Что касаемо молота, то шанс крита ему увеличили, при этом штурмовую кассету уже, наконец-таки, занерфили. Но, исходя из этих цифр, мне кажется, что может быть даже хорошее, но все равно будет более-менее нормальное, да, в балансе. Пушка-твинс, шанс крита стал на 1% меньше, при этом устройство пульсар больше не снижает шанс критического урона. Так же самое с рикошетом, на 1% меньше шанс критического урона, но пульсар больше не снижает шанс крита. Вулкан, очень много интересной информации, но в целом я могу сказать, что там просто чуть-чуть меняется его механика. То есть раскрутка становится быстрее, горение становится быстрее, но сам поджог становится меньше и шанс критического урона тоже становится меньше. То есть плюс-минус оно балансится, ну, наверное, даже может чуть-чуть хуже станет Вулкан. Хотя, в принципе, по балансу я бы сказал, что делать его хуже, но особо смысла нет. Пушка Скорпион и Магнум под овердрайвом Викинга теперь перезаряжаются быстрее. Джаггернауту увеличили скорость зарядки овердрайва, да, и теперь, или не наоборот, уменьшили скорость зарядки овердрайва от времени. Было 1666 за секунду. Я вот честно не знаю, это ап или нерв. Скорее всего, это нерв даже. Но Джаггернауту нерфить я вообще не знаю зачем. Дрон-механик, очки за поддержку 4, потребление 4 дополнительных рекомплектов не расходует батарейки. При этом я бы сказал, что дрон-механик в принципе не актуален, поэтому не знаю, зачем сделаны эти изменения. Механизм двухватерной аутификации теперь работает не для аккаунта, а для устройства игрока. В целом, что я могу сказать. Микропрокачки это максимально интересная вещь. Вчера я уже записывал по поводу них видос. Да, и быть может уже на этих выходных, как я уже сказал, будут безумные прокачки моего бездоната. Да, ведь всякое может поменяться. И быть может стоит сделать эти прокачки прямо сейчас по очень сочным и выгодным ценам. Ну и мы наконец-то дождались ребаланса. Ребаланса дронов и тех самых замечательных рубрикаторов миссий. И очень большое количество новой интересной темы в нашей игре уже с завтрашнего дня появится. Поэтому ждем наконец-то с нетерпением выхода всех обновлений. Возвращение кристаллов за дроны, которые можно будет потратить на мини-игру. Ну и батареечки перерастут в те самые заветные припасы, которые я тоже хотел бы уже видеть на своем аккаунте. Пишите, что вы думаете по поводу всего этого. Рады, не рады. Согласны с моей точкой зрения, не согласны. Также напишите, что вы думаете по поводу микропрокачек. Стоит мне завтра уже прокачечку вкусную делать или не стоит? Двухсоточка лакозавра набирается. Если завтра до утра сразу, сразу, сразу это знак, то пора прокачиваться. Ну и конечно же не забывайте поддерживать данный видос лайком. Не забывайте подписываться на этот замечательный канал. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.